Всем привет! Я Герой Иванов. Я закончил стех, закончил шат, позанимался развитием поиска в Mail.ru, а сейчас развиваю перевод в Яндексе. Давайте я немножко расскажу про Яндекс.Переводчик. У нас есть страничка Translate Яндекс.Ру, с, наверное, знакомым каждому текстовым полем, в котором можно ввести текст на практически любом языке, и мы его переведем на живаемый язык. Кроме этого, у нас есть мобильное приложение, которое также умеет переводить текст, умеет переводить фотографии, там есть режим разговора. Еще мы умеем переводить видео в Яндекс.Браузере, и еще мы умеем переводить сайты. Да, перевод сайтов тоже есть в Яндекс.Браузере. Сегодня я немножко расскажу, как это работает, и как можно переводить сайты еще лучше. Ну, да, сейчас будет небольшой рассказ вообще про перевод веб-страниц, как LLM переводит верстку, как научить LLM переводить верстку еще лучше, но потом мы посмотрим на метрики и примеры. Поехали. Один момент. Вот для того, чтобы перевести веб-страницу, неплохо бы разрезать ее на кусочки, которые удобны для перевода, потому что если подать в модель сразу очень много контента, тогда вероятность того, что случится галлюцинация, высока, и если случится галлюцинация, то перевод будет плохим. В случае с переводом структурированного контента это особенно важно, потому что когда вы переводите текст, то ошибка в одном слове или в одном знаке препинания не приведет к тому, что сломается вообще все. Если же переводить сайт, то представьте себе, если где-то в середине страницы будет незакрытый тег или модель перепутает имя тега, тогда контент просто не отрисуется на экране и пользоваться переводом будет невозможно. Итак, для того, чтобы перевести веб-страницу, неплохо бы порезать ее на фрагменты. Мы обходим дом дерева и переводим содержимое блочных тегов. Ну, это не очень точное описание алгоритма чинкования, но оно близко к истине, к тому, как на самом деле сайты переводятся. После этого мы хотим переводить каждый кусочек, и в кусочек может попасть как текст, так и какой-то фрагмент HTML, то есть текст с тегами. Давайте немножко поговорим про вообще задачу перевода и как сделать перевод через большие языковые модели. Мои коллеги обучили переводчик на базе большой языковой модели, и как и многие приложения на больших языковых моделях, переводчик учится в три этапа. Сначала нам нужно обучить притрейн. Наверное, притрейн для задачи перевода должен во время обучения видеть данные как на исходном языке, так и на целевом языке. После притрейна мы учим модель на данных перевода. Этот этап называется Supervised One Tuning. Соответственно, мы используем параллельный корпус. И после этого мы обучаем alignment. Для этого мы используем корпус триплетов. Сегодня, наверное, довольно много рассказывали про alignment в разных задачах. В случае с переводом триплеты состоят из исходного текста, текста на исходном языке хорошего перевода этого текста и плохого перевода, то есть перевода с какими-то ошибками. И за время alignment модель учится переводить так, как в хорошем примере, и отучивается делать так, как в плохом примере. Итак, у нас есть большая языковая модель, которая умеет переводить. Давайте попробуем натравить ее на фрагмент HTML и посмотрим, что получится. Здесь вы видите четыре примера. В первой строчке приведем пример того, как мы хотим, чтобы модель переводила. Она переводит текст между тегами и не трогает сами теги. При этом теговая структура сохраняется. Если мы отрендерим этот фрагмент, тогда мы получим желаемое поведение, то, что мы хотим видеть в браузере во время перевода. Но модели перевода, на самом деле неважно, это большие языковые модели или это sequence-to-sequence модели, они довольно часто галлюцинируют. И чаще всего они это делают на тех токенах или на тех последовательностях, которые они редко встречали во время обучения. И у нас не так много сайтов во время обучения переводчика базового, который не заточен на перевода HTML. Поэтому, когда мы пытаемся переводить HTML, то галлюцинации довольно часто встречаются именно на тегах. Здесь вы можете видеть разные типы ошибок. Теги часто теряются во время перевода. Иногда модель начинает переводить имя тега. Это третья строчка сверху. Вы, например, видите, что названия тегов переведены. И, наверное, получился невалидный HTML. И, наверное, такая штука не отрисуется. Или же моделька может придумывать новые теги или атрибуты тегов. Что также не ведет к тому, что качество перевода будет хорошим. И то, что такой фрагмент отрисуется правильно. Более того, если моделька уже начала галлюцинировать, или, например, перевела имя тега или придумала новый тег, то высока вероятность того, что она придумает еще и новый текст после этого тега. И тогда пострадает не только структура страницы, но и содержимое. Итак, для того, чтобы переводить HTML, нам нужна модель перевода, которая адаптирована к тегам. Как же переводить теги? Или давайте подумаем, почему случаются такие ошибки, о которых мы только что поговорили. Оказывается, теги разбиваются на несколько токенов. В среднем каждый тег представлен тремя токенами. Внесение каждого нового символа, который не очень знаком или удобен сети, ведет к появлению ошибок с некоторой вероятностью. И если теги заменить на какой-то один токен, так, чтобы каждый тег представлялся одним токеном, тогда вероятность ошибки снизится. Вот для представления, когда теги написаны просто текстом, на нашем тестовом наборе получилось, что порядка 36% соответствуют, только в 36% случаев теги сохранились. Если же заменить теги на парные скобки, то получается поразительный результат. Структура сохраняется уже в 76% случаев. Оказывается, что скобки довольно естественны для текста, и модель часто их видела во время обучения, поэтому она на них галлюцинирует меньше. Плюс здесь работает еще дополнительный фактор, про который я только что говорил, что скобка — это один тег, а не три, как в случае с тегами. Итак, мы разобрались, как лучше представлять теги. Это один токен. Давайте теперь поговорим, как сделать SFT, чтобы модель хорошо при этом теги переводила. Если подать последовательность текста с тегами, замененными на скобки, на вход стокового SFT, то мы получим точность восстановления тегов всего лишь 44%. Это достаточно мало, и это точно недостаточно для того, чтобы делать продакшн-систему. И мы хотим обучить специальный SFT, который бы хорошо не только умел переводить, но и переносить теги. Для этого мы собрали корпус параллельных фрагментов HTML. Давайте я вкратце расскажу про этот процесс. У нас есть процесс сбора параллельного корпуса из интернета. Он находит сайты, на которых находится примерно параллельный контент, выравнивает предложения, таким образом получается корпус из параллельных предложений. Потом мы объединяем подряд идущие параллельные предложения вместе и получаем параллельные параграфы. После этого мы выравниваем параграф со страницы на исходном языке в HTML-код на соответствующей странице и параграф со страницы на целевом языке на HTML-код той страницы, из которого он был распаршен. В итоге мы получаем уже HTML-ные фрагменты, к которым привязана верстка. После этого мы проверяем, что теговая структура в этих фрагментах сохраняется, и в итоге у нас есть корпус параллельных HTML. После обучения SFTM в таком корпусе, ну да, конечно же, где теги заменены на скобки, мы получаем точность восстановления тегов примерно 99%. Это качество уже достаточное для того, чтобы делать продакшн-систему. И также вы можете видеть, что качество перевода, здесь я привожу метрику бле, качество перевода оказывается тоже достаточно высоким, примерно таким же, как у стокового SFT. Но оказалось, что если после SFT с добавлением тегов обучить стоковый алаймент, то качество перевода тегов резко падает и падает примерно до такого же уровня, каким оно было, если учить стоковый алаймент после стокового SFT. Что же делать? Оказывается, недостаточно добавить SFT на хороших данных, который бы сохранял теги. И надо еще позаботиться о том, чтобы теги не терялись на следующей стадии, на алайменте. Давайте перейдем к алайменту. Давайте я скажу, как же учится алаймент для перевода. Он учится на триплетах, которые состоят из текста на исходном языке и двух переводов на целевой язык. Один перевод хороший, другой перевод с какими-то ошибками. Для того, чтобы сделать алаймент на данных с тегами, нам надо эти данные получить. Их можно делать разными способами. Например, можно взять параллельный корпус фрагментов HTML, про который мы только что говорили, и догенерить либо негативный пример, либо позитивный пример. То есть либо как-то ухудшить перевод, либо сделать перевод еще лучше, чем тот перевод, который в параллельном корпусе. Но такой способ довольно сложный, потому что он затрагивает не только генерацию тегов, но и генерацию текста, что в принципе нетривиально. Мы пошли немножко другим путем. Мы попробовали взять корпус из стокового алаймента для задачи перевода и добавить в него синтетические теги. Причем нам нужно было сделать так, чтобы теги оборачивали фразы, которые соответствуют друг другу. Мы рассмотрели два способа. Первый способ — это аугментация по словарю. У нас есть словарь с одного языка на другой, с языка исходных страниц на язык, на который мы хотим переводить. И в параллельном корпусе текстов мы ищем слова на исходном языке из словаря и соответствующие им слова ищем в параллельных предложениях на целевом языке. Если одна и та же запись из словаря находится и в том, и в другом предложении, мы делаем заключение, что, наверное, эти слова соответствуют друг другу, и их можно обернуть в парной теги. Также мы добавляли аугментации. Если подряд идет несколько слов, которые выровнялись друг в друга, то их можно объединить и заключить в парной теге уже всю фразу. Этот способ красив тем, что он простой и работает, но оказалось, что если аугментировать тексты таким образом, тогда качество перевода несколько падает. Это можно объяснить тем, что распределение тегов, синтетических, которые вставляются таким образом, довольно сильно не похоже на распределение, которое встречается на сайтах в интернете. Поэтому мы попробовали еще другой способ аугментации. Он заработал лучше. Итак, давайте сначала обучим модель, которая бы расставляла теги так, как прямо на сайтах. Для этого мы возьмем параллельный фрагмент HTML. Возьмем из них ту половинку, которая относится к исходному языку, удалим оттуда теги и обучим модель на задачу восстановления тегов. Оказывается, что это довольно простая задача. Модель довольно легко обучивается. И при инференсе в режиме сэмплирования она довольно хорошо сохраняет текст и при этом вставляет теги так, как они встречаются на сайтах. А после этого обучим вторую модельку, которая бы переносила теги из предложения на исходном языке в предложение на целевом языке. Моделька на вход получает пары. Это текст с тегами на исходном языке и текст без тегов на целевом языке. Оказывается, что задача этой модели еще проще. Она также выучивается на достаточно небольшом корпусе. И, применяя две модели последовательно, мы можем получить корпус, либо параллельный корпус с тегами, расставленными естественным образом, либо же триплеты. В случае с alignment нам нужны триплеты. Мы получаем, собственно, тройки с тегами. Если обучить alignment на таком корпусе после SFTS с тегами, то оказывается, что теги сохраняются лучше, но все еще не очень хорошо. Давайте я перелюсь на следующий слайд. Здесь вы видите предпоследнюю строчку качество сохранения тегов выросло с 71% до 80%. Это уже лучше, но этого все еще недостаточно для продакшена. Нужно придумать что-то еще. Оказывается, мы можем добавить еще аугментации на ошибки вставки лишних тегов или ошибки, когда модель забывает про какой-то тег в исходном тексте и не вставляет его в перевод. Для этого мы либо синхронно удаляем парные теги из оригинальных текстов и положительных примеров, либо ударяем парные теги из отрицательных примеров. Оказалось, что этих двух аугментаций хватает для того, чтобы поднять точность восстановления тегов до 99%. Это ровно тот уровень, который был после SFTS. И этого достаточно для того, чтобы делать продакшн-систему. Еще хочу отметить, что качество восстановления тегов выросло, а метрика качества переводов просила незначительно. Давайте теперь поговорим, как оценивать качество и как вообще понять, что мы сделали переводчик, который лучше или хуже, чем то, что у нас было раньше. Для приемки мы используем две основных метрики. Это либо сайт-бай-сайт на скриншотах. Мы делаем скриншоты двух вариантов перевода, выделяем там одинаковые фрагменты, ну, фрагменты, которые соответствуют друг другу, и спрашиваем у асессора, какой перевод лучше. Другая метрика, point-wise оценки. Там мы тоже делаем два скриншота. Это скриншот исходной страницы, где выделена фраза, которую надо будет оценить. И, соответственно, скриншот перевода, где эта фраза также выделена. И на этой страничке мы просим асессора по стобальной шкале оценить качество перевода. Оказалось, что предложенная система дает значимое повышение качества по объем метрикам, и, что особенно интересно, сильно растет качество перевода больших фрагментов текста, где количество слов больше 50. Таким образом, получилась система, которая не только растит качество перевода текста, но и хорошо сохраняет теги. И сегодня главным образом рассказывал про то, как сделать, чтобы во время перевода сохранялись теги. Это свойство критично для системы, чтобы можно было делать переводчик вообще, переводчик сайтов вообще. и, соответственно, это позволило нам продемонстрировать улучшение качества, доступное за счет использования технологии больших языковых моделей. Давайте сейчас покажу несколько примеров. А, да, если вы хотите посмотреть этот перевод, перевод такого качества, который я сейчас рассказал, оно доступно в результатах поиска. Мы умеем показывать сниппеты для страниц на иностранном языке, причем сниппеты переведенные, они ведут на перевод страницы. Мы перевели 83 тысячи топовых сайтов с Википедии, которые чаще всего запрашиваются в переводном поиске. И эти странички покрывают 20% переходов по переводному поиску в целом. Соответственно, мы вот в таком количестве случаев перевод значимый улучшили. Сейчас я хотел бы показать несколько примеров. Здесь на слайде представлено три фрагмента текста. Сверху это текст с исходной страницы, в середине слайда перевод старой системы и внизу слайда новый перевод. Вы можете видеть, что перевод старой системы плохо согласован. Если это прочитать, то получится, что эта фраза просто не звучит, она не согласована, неграмотно составлена по-русски. Арабский или арабий является центральный язык семитской группы и семитскоязыковой семьи говорит прежде всего в арабском мире. Здесь вы можете видеть, что текст примерно побился на фрагменты по границам тегов. И каждый фрагмент внутри себя переведен более-менее цельно. Но друг с другом они практически не согласуются. И воспринимать это как связанный текст невозможно. Да, в переводе новой системы такой проблемы нет. Здесь еще один пример, где большая языковая модель позволяет починить проблему гладкости текста. Вы тоже можете видеть подчеркнутый фрагмент. Это пример плохого согласования текста при переводе стоковым переводчиком. И перевод большой языковой системы, языковой моделью эту проблему лечит. И последний пример. Здесь вы можете видеть, что в старом переводе теги восстановились неправильно. они съехали вправо, и из-за этого те фрагменты текста, которые не должны быть ссылками или помечены жирным, стали жирными и ссылками. И наоборот. Ссылки стали обычным текстом. Перевод через новую систему опять же эту проблему решил. Давайте я акцентирую внимание на некоторых моментах, которые важны для того, чтобы технология заработала. Важно правильно выбирать токенизацию. Если вы добавляете новые символы в последовательность, и модель ранее не работала с похожими импутами, то чем больше символов вы добавите, тем выше вероятность того, что они вызовут нежелательные эффекты, например, галлюцинации или преждевременное завершение генерации или еще что-то такое. А также важно подбирать хорошие данные для Alignment, поскольку Alignment — это последняя стадия обучения. И если во время Alignment что-то сломается, то исправить это уже будет невозможно, потому что после этого других стадий нет. Вы видели примерки, улучшения достигнуты на SFT практически полностью забываются за время Alignment. И еще аугментация через большие языковые модели часто работает лучше, чем rule-based подходы, потому что rule-based подходы часто основаны на тривиальных предположениях о структуре языка, и такая аугментация часто снижает качество на языковых задачах, в частности на переводе. Да, и последний момент, но не менее важный, обязательно нужно контролировать целевые метрики. Здесь в этой работе главным образом мы смотрели на качество сохранения тегов, но при этом очень важно было не уронить качество перевода. Вот подход с rule-based аугментацией как раз качество перевода ухудшал, и поэтому мы в итоге выбрали другой. Где это можно использовать? Перевод структурированных данных вообще был бы полезен в огромном количестве приложений. Сегодня я рассказал про перевод сайтов. Также его можно использовать, чтобы переводить документы, например, PDF, субтитры, картинки и так далее. Также для других задач, помимо перевода, если вы хотите как-то видоизменить текст, например, его отредактировать или исправить там опечатки, то вам, наверное, также бы хотелось, чтобы структура страницы сохранилась. Например, заголовки остались заголовками, списки списками, и границы между параграфами также остались на месте. Ну и в других приложениях, например, в коинной системах полезно контролировать, что если вы цитируете фрагмент, где есть какие-то наимитентити, что эти наимитентити целиком переехали в ответ. Может быть, чтобы они немножко видоизменились, но чтобы в целом они остались на месте. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я отвечу. Да, Георгий, спасибо большое. Мне кажется, невероятно важная и актуальная тема в современном мире, особенно когда с ЛМ пытаются дегенерацию текста использовать много где. Но все же первый вопрос нельзя задать. Ты в конце немножко напомнил, что это работает лучше, чем role-based подходы. А вот можешь конкретизировать? То есть кажется, что тот же HTML распарсить регулярками и перевести внутри текст выглядит как будто, ну тоже вроде это несложная задача. В чем именно работа через ЛМ лучше? Я рассказывал про один role-based подход, где мы делали предположение, что слова из двух текстов параллельных, которые присутствуют в словаре и попадают в одну и ту же запись, можно обернуть в соответствующие друг другу парные теги. Вот этот подход не очень классный, потому что, во-первых, может быть какое-то слово на русском языке, оно может быть только частью фразы, которая на самом деле соответствует слову на английском языке, причем одному. Или у нас может быть какой-то последовательный слов, которое, опять же, не закончено, которое нужно продолжить еще на два, на три слова вправо, или может быть туда добавить дефис или пару пробелов. И role-based подходы часто не учитывают такие нюансы, ну просто потому что они сильно более примитивные, чем то, что может сделать языковая модель. Спасибо. Да, у меня такой вопрос. Смотри, LLM для перевода это, в общем-то, не является таким из пушки по воробьям. То есть есть лайтовые модели, ну как более лайтовые модели, сек-то-сек модели, когда применяются, вроде все хорошо работает. Понятно, для перевода HTML. Мы, ну, это не такая частотная задача, наверное, не такой большой поток запросов. Собственно, вопрос к чему? А не до HTML, а до всего перевода, LLM-ки будут допущены? И если да, то как решится проблема, кажется, ну, даже DeepL или там Google, наверное, не сможет себе позволить использовать LLM-ки для перевода, потому что это очень частый кейс и требуется слишком много железа. На самом деле для перевода сайтов существует точно такая же проблема. Сегодня я рассказал про оффлайн-перевод топа Вики-страниц. И замечательно, что такие страницы есть, они покрывают большое количество пользовательских запросов. Но переводить все сайты в потоке нам точно так же тяжело, как переводить кастомные запросы на перевод в виде текста. Да, LLM-ки очень дороги в инференсе, и для того, чтобы выкатить их впрод на весь поток запросов, нужно проделать огромную работу. Нужно ускорить LLM, нужно адаптировать маленькие модели под нашу конкретную задачу. Ну, скажем так, маленькие LLM-модели, это звучит немножко странно, но для того, чтобы получить какой-то продукт с более высоким качеством, нам нужно искать золотую середину. Мы хотим получать преимущество от больших моделей, и в то же время мы хотим остаться в достаточно компактном размере, для того, чтобы иметь возможность предоставить этот сервис большому количеству пользователей. Если отвечать на вопрос, недостаточно ли маленьких моделей, мы все хотим пользоваться сервисами максимально высокого качества, и сейчас увеличение размера модели позволяет повысить качество. А еще раз повторюсь, нужно найти золотую середину. Окей. Вот все равно. Можно? Да. Все равно. Вот интересно, да? Все равно мы ограничены количеством токенов, которые LLM может переварить за раз. Обычно там веб-странички у нас могут быть небольшими, а могут быть прям очень большими. Да, и вот как порешать эту проблему, может быть, сталкивались, решали? То есть кажется, на первый взгляд, что какое-то ченкование страницы, оно может нарушить последовательность тегов. Потерять контекст условно. То, что мы переводили в первой части, а последний ченк вообще забудет про… Ну, так как был переведен без учета начального контекста, будет не согласовываться. Получается два вопроса. У тебя от меня. У меня про допустимое количество токенов как-то решается, да? У тебя про забывание. Давай я отвечу сначала про количество токенов. Если вы следите за актуальными статьями, то сейчас уже появляются модели, которые могут увидеть 2 миллиона токенов за раз и говорят, что они не особо-то забывают, что там было. Здесь есть такая сложность, что когда вы генерируете очень большую последовательность, даже если у вас есть очень-очень маленькая вероятность ошибиться в каком-то токене, например, посадить не тот тег, то на последовательности длины порядка миллиона такие события практически гарантированно случатся. Есть механизмы, которые позволяют с этим бороться. В частности, мы можем делать constraint inference. Мы можем придумать какие-то инварианты, которые довольно неплохо работают на сохранение структуры HTML. Но здесь, опять же, есть подводные камни, потому что многие попытки применить такие ограничения к inference приводят к тому, что модель в итоге делает правильную теговую структуру, но после этого генерация ломается, если вот это ограничение случилось в очень неудобный момент для сети. И опять же вероятность наступления таких событий с увеличением длины переводимого фрагмента растет. Наверное, нужно еще какую-то работу провести в этом направлении, чтобы мы не боялись, что constraint будет работать всегда. По поводу контекста, да, действительно, такая проблема есть. Мы сейчас ее пытаемся решить, и эта проблема очень важная. Есть разные способы. Можно попытаться посмотреть на страницу и предугадать, предугадать, какие слова встретятся более чем в одном месте или сделать, может быть, что-то подобное. Мы про это расскажем дальше. Сначала делаем суммаризацию, вкладываем ее дополнительно. Вопрос из чата. Переводится ли текст в параметрах тега, например, хинты или замещающий текст с изображений? То есть то, что в первую очередь скрыто от пользователя, пока он не сделает действия, например, не подведет мышку или не воспользуется для слабовидящих функцией зачитывания, что на изображении. В переводе… А это, возможно, уже не HTML? HTML, HTML. В переводе в браузере эта функциональность реализована. Более того, мы умеем переводить даже текст на картинках. «Звучит музыка»